Последний призыв Продолжение следует... Братья, сестры и все дорогие радиослушатели, помолимся Богу. Господи Бог наш, мы славим и превозносим имя Твое Святое. Благодарим Тебя за все Твои чудные дела, за чудный подвиг спасения, за Голговскую жертву. Слава Тебе, что Ты согласился добровольно сойти на нашу греховную землю и умереть за наши грехи и беззакония. Просим благослови всех наших слушателей эту передачу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. На Голгову на распятие Моего спасителя ведут Чрез побои и проклятия Он свершает небо труд Люди, взгляните люди на тот ком Где внуков, где внуков умирает он Там слышен смех, глумит, полюд А он свершает небо труд На Голготе три распятья, Два разбойника и он Распростер свои объятья, Словно всех обнять готов. Люди, взгляните, люди, на тот холм, Где в муках умирает он. Там слышен смех, глумит салют, А он свершает небо труд. На Голготе шум смолкает, Тьма объемлет казняхом. Слышно, как там люд стирает, Нами Бог ведь был казнен. Люди, взгляните, люди, на тот холм, Где в муках умирает он. Там слышен смех, глумит салют, А он свершает небо труд. Слово 14 главы, 13 стих. И услышал я голос неба, Говорящий мне, Напиши, Отные блаженные мертвые, Умирающие в Господе. Ей говорит Дух, Они успокоятся от трудов своих, И дела их идут вслед за ними. Наша тема — Будушность верующих. Бог заложил в душу человеческую Тоску о вечном блаженстве, Чтобы быть в небе с Богом. Человек приходит из таинственной вечности, Весьма короткое время Проходит через эту земную жизнь, А потом уходит В неизведанную вечность. Что ожидает нас после смерти? Этот вопрос волновал и волнует каждого человека на земле, Как верующего, так и неверующего. Поэтому Священное Писание дает ответ на этот весьма важный вопрос. То неизвестное, что ждет нас впереди, Называется небесным царством, вечностью. Слово Божие не дает подробного Писания Царствия Божьего, Но оно содержит достаточно сведений о нем. Иисус Христос сказал, В доме Отца Моего обители много, А если бы не так, я сказал бы вам, Я иду приготовить место вам. Иван Деотиана, 14 глава, 2 стих. Апостол Ян видел также великий город, Святой Иерусалим, Сходящий от Бога с неба. Откровение, 21 глава, 2 стих. Мы знаем, что Аварам также ожидал города, Имеющего основание, Который художник и строитель, Бог. Послание к евреям, 11 глава, 10 стих. Царство Небесное есть место Совершенного общения Бога с человеком. И услышал я громкий голос неба, Говорящий, Сес, киняя Бога с человеками, И Он будет обитать с ними, Они будут Его народом. Сам Бог с ними будет Богом их. Откровение, 21 глава, 3 стих. Это общение начинается уже здесь, на земле. Апостол Иоанн говорит, Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, Но еще не открылось, что будем. Знаем только, Что когда откроется, Будем подобны Ему, Потому что увидим Его, как Он есть. Однако, пока мы живем в смертном теле, В котором происходит борьба со грехом, Это духовное общение может нарушаться. Возьмем, к примеру, молитву. Очень трудно молиться, Когда мы славы физически или духовно. Хотя как раз в то время Мы больше всего нуждаемся В молитвенном общении с Господом. Этих затруднений Духовной жизни Не будет в вечности. Слово Божие открывает, Что ворота города Никогда не будут запираться. В небесах Все искупленные Будут иметь постоянный И неограниченный доступ к Богу. Там будет совершенное И непрекращающееся Общение святых С Отцом Небесным. На небе Будет все новое И отрет Бог Всякую слезу соча их И смерти не будет уже Ни плача, Ни вопля, Ни болезни Уже не будет Ибо прежнее прошло И сказал сидящий на престоле Все творю все новое И говорит мне Напиши Ибо слова сии истинны и верны Откровение 21 глава И ничего уже Не будет проклято Но престол Бога И анца Будет в нем И рабы его Будут служить ему Откровение 22 глава 3 стих На небе уже Не будет ни смерти Ни плача Ни рыданий Там искупленные Пожнуть плоды Победы Господа Иисуса Христа И во смерти И светлого воскресения Там не будет Болезни Не будет нужды И во врачах Там будет торжество Над недугами И страданием И отрет Бог Всякую слезу Сочей их На небе Не будет уже Тяжелого труда Все искупленные Будут заняты Хвалой Господу И Спасителю Иисусу Христу И служением ему Там труд будет Легким И благословенным Там не будет Искушений А наступит Полная победа добра Апостол Павел Радовался Этой победе И говорил Благодарение Богу Даровавшему Нам победу Господом Нашим Иисусом Христом Первое послание Коринфянам 15 глава 57 стих Дорогие братья и сестры И все Дорогие друзья На небе Приготовлено место Для веры еще Каждого человека Там соберутся Святые всех времен И народов Но в эту блаженную Будушность С Богом Ведет только один путь Я есть путь И истина и жизнь Сказал Иисус Христос Евангелие от Яна 14 главе 6 стихе Поэтому сегодня Каждому человеку Предоставляется Эта святая возможность Встать на этот Путь Ведущий К вечному Блаженству Для этого Необходимо Принять Иисуса Христа Как своего Личного Спасителя Довериться Его благодати И тогда мы Восхитим Вечную Радостную жизнь Со Христом В достижении Этого Состоит Главное Назначение Человеческой Жизни Здесь на земле От одной крови Он произвел Весь род Человеческий Для обитания По всему лицу Земли Назначив Предопределенные Времена И пределы Их Обитанию Дабы они Искали Бога Не ощутят ли Его И не найдут ли Хотя Он И недалеко От каждого Из нас Ибо мы Им живем И движемся И существуем Итак Оставляя Времена Неведения Бог ныне Повыливает Людям всем Повсюду покаяться Деяние Святых Апостолов 17 глава Дорогие друзья Как обстоит дело С вами Да поможет всем Нам Господь Искать Его И найти Его Чтобы достичь Вечной жизни Чтобы слиться С Ним И со всеми святыми А витель моя У потоков живых Друзей там Увижу Их смерть Унесла И нас На земле Разлучила Нет стонов И спали Оковы греха И скорби Там радость Сменила Хваления Дорогие друзья Сердечно просим вас Слушать радиопрограммы Последний призыв С этой же радиостанции Каждую неделю В этот же день И на этой же волне Пишите нам На имя Последний призыв По адресу Радиостанции Ваши письма Очень Ободряют нас Большое спасибо вам Что слушали нас До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok